В Магадане участились случаи мошенничества в различных сферах жизни. Это касается и мобильной сферы, и интернет-магазинов, и банковских карт. По словам специалистов, каждую неделю в полицию Магадана обращаются около 10 граждан. Именно столько случаев мошенничества фиксируют правоохранительные органы. На обман телефонных преступников в виде «ваш сын или дочь попали в беду» попадаются на удочку граждане более преклонного возраста, утверждают эксперты обману при покупке или продаже в сети интернет. Например, на Авито, Юле и других сайтах подвержены все возрастные категории граждан. И даже представители молодежи, зачастую уверенные в том, что знают все эти схемы мошенников, не реже других возрастных групп, становятся жертвами обмана. Вы как продавая можете стать жертвой мошенника, так как покупая можете стать жертвой мошенника. Тоже Авито. Они создали безопасную сделку. Но люди у нас по своей, так скажем, неграмотности некоторые переходят на другие сторонние сайты, которые предоставляют злоумышленник для совершения вот этой сделки. То есть здесь ни в коем случае не надо никуда переходить. Преступник, они же психологию знают, они постоянно человека держат на контроле. В каждом случае помнить, что никогда сотрудник банка вам не позвонит и не скажет, что у вас проблема. Если вам вдруг позвонили из банка и сообщили о неполадках с картой, необходимо выслушать информацию молча, не паниковать и положить трубку. Взять свою банковскую карту, перевернуть ее. Там указан номер телефона. Следует позвонить по нему специалисту банка, который подробно расскажет, что нужно предпринять. При продаже или покупке в интернете никому никогда не сообщайте свои персональные данные, утверждают сотрудники УМВД России по Магаданской области. Специалисты призывают граждан всех возрастов быть бдительными и не поддаваться уговорам незнакомцев. Продолжение следует...